Картина ВИИ 1967 года вошла в энциклопедии как первый и последний фильм ужасов, снятый в СССР. В кинотеатрах ленту просмотрели более 32 миллионов зрителей. От второй экранизации повести Гоголя ожидают не меньших успехов, с учетом технологического прогресса. Режиссер Олег Степченко снимал своего ВИИ с 2005-го, премьера запланирована на январь 2014-го. Съемки шли в Чехии, в тех же павильонах, где создавались хроники Нарнии и братья Гримм. Над картинкой IMAX 3D трудились немецкие стереографы. А весь набор звуковых вау-эффектов обеспечивает один из лучших звукорежиссеров Голливуда, оскароносный Боб Биммер. В аппаратную, где работает мастер, заглянули наши корреспонденты. Грохот такой силы, что у всех, кто в студии, кажется, закладывает уши. Невозмутимый только один. За 30 лет в кино Боб Биммер слышал столько шумов и звуков, что вроде бы привык. Но каждый фильм говорит все равно, как первый. И он правда знает, как картина должна звучать. Скорость, сделавшая популярность Сандру Буллок, в 95-м принесла Биммеру Оскар за лучший звук. В 2001-м американская киноакадемия снова отметила его работу статуэткой в «Гладиаторе» Ридли Скотта. Ридли Скотт – один из самых великих режиссеров нашего времени. Для меня честь была с ним работать. Также я работал с Сэмом Мендесом, Биллом Кондоном. Он снял «Девушек мечты» и «Сумерки». Вы меня простите, но мне действительно повезло работать со столькими интересными режиссерами. Я от всех многого научился, включая и Олега Степченко, режиссера фильма «Вий». Это тоже для меня интересный опыт. Гоголя на американский манер Биммер называет просто «звезда». О русском писателе, конечно, слышал, но только здесь, в Москве, узнал, кому нельзя смотреть в глаза и почему «Мел» – самая надежная защита. «Вий 3D» – новая версия. Смерть прекрасной паночки снова пробуждает великое зло. Самые страшные ночные кошмары снова становятся вдруг реальными. В истории Хамы, Паночки и Вия здесь новый персонаж. Через Трансильванию, Карпатские горы, в Малороссию с экспедиции едет картограф. Его играет Джейсон Флеминг, актер, известный по фильмам Гай Ричи. Боб Биммер сопоставляет диалоги с тем, что видит на экране, комбинирует звуковые эффекты. В одном кадре слышится все – стук кареты, пене птицы, ветер. Из множества деталей получается главное – фильм начинает говорить. В этом фильме мы концентрируемся на том, что бы мы хотели, чтобы зритель увидел. Но часто звуками и отвлекаем от происходящего. Чтобы человек отвлекся глазами и мыслями от чего-то важного, что произойдет позже. Чтобы потрясет его, чтобы зритель сказал, «Боже мой, я ведь видел это несколько минут назад и совершенно не обратил на это внимания». Происходит такая хорошая встряска. V3D Биммер предлагает выпускать в Dolby Atmos. В России этой самой современной сегодня системой оборудовано лишь несколько кинотеатров. Источники звука не только между экраном и задней стенкой, но и в вертикальной части пространства. Боб Биммер уверяет, чем лучше звук, тем лучше фильм. Но любимый звук одного из самых знаменитых в мире звукорежиссеров – простой, еле слышный, где-то вдалеке гудок паровоза. Жанар Тамонова, Павел Кратаев, Новости культуры.